Лёня, Лёня, чаще, чаще, чаще! По-настоящему захватывающее зрелище. Вечерняя лыжная гонка привлекла немало любителей этого вида спорта. Ребята от 9 лет до 18. Воспитанники лыжных секций Щелковского района приняли участие в соревнованиях на призы газеты «Время». Все возрасты выйдут на лыжню от одного круга до трех, пробегут, покажут результаты, получат призы от нашей районки, получат хорошее настроение, заряд бодрости на ближайшие дни. Лыжная гонка на призы газеты «Время» – соревнования традиционные. Они проводятся уже в 12-й раз и привлекают немало спортсменов. В этом году побороться за победу решили почти 90 мальчишек и девчонок. В этом году после 22-й зимней Олимпиады в Сочи лыжи – снова модный вид спорта у молодежи. И сегодня мы увидим, как эта молодежь, школьники от третьего класса и старше, сегодня будут показывать свои спортивные достижения. И для них это уже победа. Но все-таки победа есть победа. За первое место в лыжной гонке разразилась настоящая борьба. И здесь главное – собраться с духом и выложиться на максимум. Как говорится, фортуна улыбается смелым. Однако бывает и наоборот. Виктории Гвоздевой повезло. Девушка в очередной раз одержала победу на соревнованиях. За 7 лет в ее спортивной копилке собралось уже немало наград. Пробежав дистанцию с результатом в 2 минуты 32 секунды, своих соперниц она оставила позади. Ну, чувствую гордость, то, что выиграла соревнования. И радуюсь, что я оказалась сильнее соперницей. К соревнованиям мы готовились, ускорялись, там, масс-стартом, чтобы мощнее со старта уйти. Отрабатывали все повороты. Как и Виктория, все победители и призеры лыжной гонки получили от газеты «Время» памятные подарки. Кубок, медаль, а также ежедневник, куда можно записывать все свои достижения. И состоявшуюся гонку можно признать успешной. Ведь 88 ребят предпочли провести будний вечер на свежем воздухе, занимаясь любимым видом спорта. Дарья Соснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».